Известный спортивный комментатор, переводчик и заядлый путешественник Георгий Черданцев встретился с участниками проекта Лига Странников. Лига объединяет любознательных и увлеченных жителей города. Журналист рассказал участникам встречи о правилах речи комментаторов, запрещенных словах и курьезных ситуациях в работе. Встреча прошла в выставочном центре Сибирь. Накануне в Красноярске прошла встреча с российским журналистом, футбольным комментатором, лингвистом и путешественником Георгием Черданцевым. Мероприятие прошло в выставочном центре Сибирь в рамках встреч Лиги знаний. Лига это объединение красноярцев. Здесь проходят вечера, посвященные путешествиям, творческие встречи с известными людьми, которые выступают с лекциями и отвечают на вопросы. Так, ранее в гостях у Лиги была Татьяна Толстая с лекцией о Чехове. Проект Лига знаний – это проект такого сообщества красноярского Лига Странников, которое осуществляется при поддержке компании «Норильский никель». Суть простая. Мы привозим в Красноярск интересных людей и организуем творческие встречи, совершенно бесплатные для красноярцев. Все, что призвано созданию, формированию, поддержке городских сообществ, сообществ интеллектуалов, сообществ активных, интересных людей, которые стремятся к развитию, вот все это в рамках проекта Лига Странников мы развиваем, поддерживаем, двигаем. И Лига знаний – это одно из направлений, сейчас оно стало флагманским. Георгий Черданцев впервые побывал в Красноярске. «Красноярск, я думаю, с точки зрения туризма регион очень перспективный. Я не знал, что у вас такое количество гранолыжных курортов, плюс река, которая всегда не представляет из себя очень интересный способ попутешествовать, что-то посмотреть. Я думаю, для Красноярска прекрасный способ, вот с точки зрения развития туристических сервисов, сделать еще один шаг вперед». На встрече журналист говорил о тенденциях в русском языке и роли заимствованных слов в журналистике. Тема вызвала большой интерес. В зале собралось много заинтересованных красноярцев. «И никогда еще, пожалуй, человечество не сталкивалось, ну кроме, может быть, Вавилонской башни, вот с таким смешением понятий, когда из разных языков, особенно из английского языка, в русский язык приходит огромное количество новых слов, просто в силу того, что определенные понятия в нашем языке и в нашей жизни отсутствовали, теперь они появились. И вообще, на каком языке будут разговаривать наши дети, когда они вырастут, там через 20-30 лет, и какому языку они будут учить уже своих детей, то есть наших внуков. Потому что сумеет ли русский язык сохранить свою такую традиционность языковую и лексическую, в первую очередь, вот для меня это очень большой вопрос». Субтитры сделал DimaTorzok